Говорит Лау Атлафа Уль Бая. Теперь второй вопрос. А если товар был разбит самим продавцом? Говорит Захаб Аль-Ханаби Ла Аль-Муштари Лау Аль-Хияр Кама Лау Атлафа Уль Ажнаби. Говорит Ханбалиты считают, что в этом случае покупатель также имеет право выбора, подобно тому, как было в прошлом вопросе. Потому что ему нет разницы, разбил ли этот товар или уничтожил его сам продавец, или какая-то третья сторона, то есть третье какое-то постороннее лицо. То есть исходя из первого мнения, что получается? То, что покупатель требует от продавца свои деньги и разрывает сделку. Либо что делает? Либо оставляет сделку действительной и требует от продавца подобный товар, или если нет подобия, тогда деньги. За этот товар, за разбитый товар. Это иншаллах усвоили. Говорит Амазар Шафиитов в том, что этот акт, то есть этот договор, становится недействительным. И все, на что имеет право покупатель в данном случае, это требует цену у кого? Требует обратно деньги у продавца. И не имеет права требовать что-то подобное. Говорит Ланну Талфун Ялмануху. Потому что это Талф, то есть гибель Ялмануху, то есть за которую несет ответственность покупатель. Говорит, если действие, то есть разбивание товара произошло после того, как продавец и покупатель разошлись, то есть разошлись на договоре, но покупатель не забрал свой товар и разошлись. Говорит, и этот вопрос как раз относительно этого касается, так и этой ситуации. И также вопрос прошлый. То в этом случае правильным является мнение ханбалитов. То, что покупатель имеет право требовать у продавца подобие, а не только лишь цену. Может по выбору, либо потребовать подобие, либо цену. Говорит, и это же мнение выбрал Шейх Ибн Усаймин. Потому что этот товар уже стал чем? Владением покупателя. Поэтому он имеет право на то, чтобы требовать подобие. То есть если, допустим, кто-то пришел в твой дом и разбил что-то у тебя, ты имеешь право требовать, что здесь в данном случае? Подобие. И если только нет подобия, тогда цену. Это усвоили. Здесь говорит то же самое. Так как товар считается уже после расхода между продавцом и между покупателем, считается принадлежащим покупателю. В этом случае он имеет право требовать не просто цену, но имеет право до цены еще требовать, что сам товар. То есть подобие этого товара. Говорит, и это же мнение. Что в этом случае покупатель не может требовать подобие этого товара, но требует только свои деньги обратно. Так, а если еще деньги не отдал, тогда ничего не отдает, но сделка является аннулированной. Это усвоили или нет? Почему он в данном случае не может требовать подобие товара? Потому что право владения этим товаром, который был разбит, к нему еще не перешло полностью. То есть покупателю. Потому что сделка продолжает быть незаключенной полноценно. Тогда как люди еще не разошлись. Это усвоили или нет? Поэтому подобие не может требовать, просто либо забирает свои деньги, если он их отдал, если еще не отдал, тогда оставляет у себя деньги и на этом расходится. Поехали, следующий вопрос.